Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас со всеми новыми изменениями законодательства в связи с распространением COVID-19. И сегодня опять срочное видео, в котором я расскажу о нововведениях для бизнеса Москвы, которые вступили в силу с 13 апреля на основании указа мэра от 10 апреля 2020 года. Смотрите внимательно, и вы узнаете, какому бизнесу с 13 апреля запрещено работать в режиме офлайн. Возможно, и ваша отрасль попала в данный перечень. Итак, поехали! Как уже всем известно, у нас в стране действует режим повышенной готовности, в связи с которым бизнесу частично нельзя работать офлайн. До 13 апреля работать в офисе имели право все организации, за исключением тех, кто был четко поименован в первой редакции указа от 5 марта. Это кафе, рестораны, салоны красоты и так далее. Остальному бизнесу разрешалось работать только при соблюдении определенных правил. Измерение температуры работников, перевод части работников на дистанционную работу, обеспечение специального режима допуска на территорию офиса, дистанцирование и так далее. Но в связи с вступлением в силу указа мэра Москвы от 10 апреля, число организаций, которые имеют право вести предпринимательскую деятельность в режиме офлайн, резко сократилось. Итак, с 13 по 19 апреля отмечу, что пока до 19 апреля приостанавливаются офлайн работы с посещением граждан в следующих отраслях. Выполнение строительных и ремонтных работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропорта. Услуги каршеринга и услуги такси, за исключением такси, имеющих разрешение. Растение и водство, животноводство, охота и представление услуг в этих областях, за исключением проведения весенних полевых работ и предприятий непрерывного цикла. Лесоводство, лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство мебели, производство автотранспортных средств и прочих транспортных средств и оборудований. Приостанавливается деятельность автосалонов и автосервисов, за исключением деятельности по ремонту транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы города и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Приостанавливается любая оптовая торговля, кроме торговли лекарственными средствами и расходными материалами для лабораторных исследований, кроме торговли продовольственными товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями или оборудованием, средствами связи, зоотоварами, а также непродовольственными товарами первой необходимости. Деятельность водного транспорта, за исключением грузоперевозок и специальных плавсредств. Приостанавливается производство кинофильмов, видеофильмов, изданий звукозаписи и нот. Операции с недвижимым имуществом. Деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением деятельности, направленной на разработку лечения новой коронавирусной инфекции. Приостанавливается деятельность в области права и бухучета, консультирования по вопросам управления. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, за исключением объектов железнодорожного транспорта и метрополитена. Приостанавливается рекламная деятельность, исследование конъюнктуры рынка. Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества. Аренды и лидинг. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала. Деятельность туристических агентств. Деятельность организаций по проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей. Приостанавливается деятельность общественных организаций, за исключением волонтерской деятельности. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи. Производство резиновых и пластмассовых изделий, за исключением производства упаковочной продукции для пищевой и фармпромышленности и медицинской деятельности. Производство бумаги и бумажных изделий, за исключением производства упаковочной продукции для пищевой и фармпромышленности и медицинской деятельности. Приостанавливается производство неметаллической минеральной продукции, производство металлургическое, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Приостанавливается ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственного бытового назначения, с исключением работы службы доставки и дистанционного обслуживания. Приостанавливается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования. Это весь перечень. То есть для всех организаций и ИП из вышеназванных отраслей работа оффлайн с посещением офиса гражданами приостанавливается. Эти организации вправе сохранить присутствие на своих территориях только охранников и лиц, обеспечивающих содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей и лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. Кроме того, напомню, что запрет на работу в режиме оффлайн до 1 мая продолжает действовать в отношении кальянных, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, кинотеатров, клубов, дискотек, развлекательных центров и иных досуговых центров, розничной и оптовой торговли товаров, не включенных в разрешенный перечень, образовательные деятельности, деятельности в области спорта, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саунг и иных объектов, в которые оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Так какой же бизнес сейчас может работать в режиме офлайн? Это торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами первой необходимости, торговля зоотоварами, аптеки, аптечные пункты, салоны связи, торговля медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями оборудования, похоронные службы, строительство объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропорта, организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав Государственной корпорации по космической деятельности Роскосм, организации, входящие в состав Государственной корпорации по атомной энергии Росатом, организации, осуществляющие работы по государственному оборонному заказу, а также организации электротехнической отрасли, обеспечивающей деятельность вышеназванных организаций при условии согласования режима работы указанных предприятий с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Москвы, а также те отрасли, которые не попали в ограничительный список. Организации ИЭП, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения граждан, обязаны предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих видов деятельности с учетом особенностей технологического процесса. Напоминаю, что ограничения для данного нового списка установлены на срок с 13 по 19 апреля, но опять же оговорюсь, пока до 19 апреля. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Продление данных сроков, естественно, возможно. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей. Мы держим руку на пульсе. Берегите себя и своих близких.